Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами на тему, которая неоднократно возникала в ходе дискуссий на нашем канале. Обсуждались эти вопросы в ходе ответов на вопросы, которые вы задаете под нашими роликами. И кое-что на портале процветок.ком обсуждалось на эту тему. А именно речь пойдет о взаимоотношении препаратов сенной палочки с препаратами триходермы. Сенная палочка и триходерма являются наиболее распространенными основами биологических препаратов для защиты растений. В Республике Беларусь можно найти по крайней мере 6 препаратов в продаже, которые готовятся на основе сенной палочки. Это бактофит, это бактоген, вот здесь у меня даже бутылка его стоит, это фитоспорин на основе штамма D26, это гамма-ир, это фитоп, флора и препарат житель такой для разложения стерни и уничтожения инфекции на пожневных остатках. Ну вот когда вы огурцы убираете, томаты в хозяйствах фермерских и крупнотоварных, зерновые, что угодно, тогда очень хорошо обработать эти остатки растений этим препаратом жительней и тогда можно быть спокойным за то, что инфекция с этих остатков растений не перейдет на будущий год. А инфекции, поверьте мне, всегда на пожневных остатках очень и очень много. Так вот, мы провели исследование с помощью чашек Пиетри в лабораторном эксперименте, как относятся друг к другу препараты сенной палочки и препараты триходермы. В качестве препаратов триходермы я взял глиоклодин, это триходерма харцианум, которая там содержится, и препарат триходерма вириды. Он так частенько и называется, который также предназначен для ускорения разложения компоста, ну и борьбы с целыми большими комплексами заболеваний растений. Очень хорошо его в почву выносить, обрабатывать, ну в общем про это у нас ролики есть отдельные. Что ж, эксперимент шел уже 12 дней, поэтому все, что здесь могло вырасти на чашках Петри, уже все полностью выросло. И будем сейчас обсуждать каждый препарат отдельно. Забегу чуть-чуть вперед, а может быть даже и назад, ну потому что мы раньше обсуждали это. Я говорил о том, что препарат, который называется фитоспорин, не дружит с препаратом, который называется глиоклодин. Ну тогда у меня в распоряжении было в общем-то два штамма. Один штамм синой палочки, один штамм триходермы. Ну а сейчас, видите, вы нам подсказываете, с какими препаратами вы работаете. Мы их добываем, изучаем. Вот такой двухсторонний обмен, двухстороннее общение всегда очень продуктивно и результативно. Спасибо большое зрителям за это тоже. Ну и давайте обсудим эти препараты. Итак, начнем обзор препаратов. Вот первый препарат, с которого мы начнем, это препарат бактоген. Вот посмотрите, вот здесь посередине была высеяна сенная палочка этого препарата. Сюда посеяна триходерма харцианум, сюда триходерма вириды. И вот смотрите, какая интересная штука. Триходерма харцианум практически доросла до роста сенной палочки. А триходерма вириды, вот здесь вот идет спороношение, но сам мицелий даже нарос на сенную палочку. Давайте посмотрим дальше, что мы видим. Вот это препарат у нас бактофит. Итак, бактофит. Вот смотрите, триходерма харцианум, вот видите, вот она, вот так вот остановилась. И дальше уже не растет. Вот видите, тут добрый сантиметр между краем мицелия триходермы харцианум и ростом сенной палочки. Что касается триходермы вириды, то вот видите, вот здесь вот, вот идет край мицелия. Вот он такой полупрозрачный. Вот он перерос, нарос уже даже на вот эту вот сенную палочку. То есть она ему не страшна. Следующий, смотрим, это у нас идет D26 фитоспорин. Смотрите, вот здесь вот уже даже вот этот край мицелия стал плоский. Это значит, что вперед уже нарастать гриб не может. Он здесь тормознулся действием этой самой сенной палочки. Ну, а триходерма вириды, вот видите, по краю идет мицелий, вот так вот он идет, вот так вот заворачивается. То есть триходерма вириды, она не страшна. А вот харцианум подавляется довольно активно. Давайте посмотрим следующий. Это у нас гамма-ир. Вот триходерма харцианум. Вот здесь вот добрый тоже сантиметр между краем триходермы харцианум и сенной палочкой. Ну, как у фитоспорина. А здесь вот мицелий триходермы вириды, вот он дорос и даже нарос. Ну, то есть в этом смысле он абсолютно похож на фитоспорин, этот препарат. Следующий препарат – это фитоп флора-С. Вот посмотрите, здесь очень сильно, уже очень далеко находится мицелий триходермы харцианум. Он тормознулся вообще капитально. И тормознулась триходерма вириды. Видите, вот здесь вот есть добрые полсантиметра расстояние от мицелия до сенной палочки. И вот этот вот препарат посмотрим. Это препарат, который называется житень. Это белорусский препарат. Значит, вот здесь вот триходерма харцианум тоже уже вошла вот в такую плоскость. То есть она уже вперед не растет. Ну, а триходерма вириды, она уже даже наросла на саму сенную палочку. Ну, что ж, какой здесь можно сделать вывод? Самым агрессивным штаммом является штамм сенной палочки, который находится в препарате фитоп. Ну, на втором месте я бы сказал, что это вот этот вот препарат, который гомаир и фитоспорин по агрессивности. Третье место я бы отдал житеню и вот этому препарату, который бактофит. Ну, и наименее агрессивным является препарат под названием бактоген. Потому что здесь и вот эта триходерма наросла, ну и здесь такое маленькое расстояние. Тем более, что там есть подрост мицелия еще вперед. Поэтому какого-то сильного агрессивного действия на триходерму препарат бактоген не оказывает. При всем том, он очень активен в отношении фузариоза, в отношении кладоспариоза, в отношении фузариоза и в отношении серой гнили. Тех наших четырех главных врагов, которые вызывают и корневые гнили, и базовые, наиболее вредоносные болезни томата. Поэтому вот этот вот препарат бактоген я могу рекомендовать для смешивания с триходермой, без каких-то рисков серьезных подавления действий одного другим. Ну, а к остальным, конечно, надо относиться с осторожностью. Особенно, что касается препарата фитоп. Вот он оказался тут самым агрессивным по отношению к сенной палочке, по отношению к триходерме. Ну, а что касается фитоспорина, ну, просто здесь подтвердились те же самые результаты, которые мы уже на протяжении, наверное, года говорим об этом и объясняем, как же правильно пользоваться этими препаратами. Ну, как видите, препараты все не одинаковые. Все препараты по-разному реагируют друг с другом. Наиболее устойчивым во всех случаях оказалась триходерма вириды. Она более устойчива к действию сенной палочки. Однако же при всем том, вот такие препараты, как фитоспорин, фитоп, некоторые другие, в достаточной степени подавляют действия триходермы для того, чтобы абсолютно точно утверждать, что в одном ведре или в одном опрыскивателе смешивать их нерационально. Точно так же, как нерационально. А одновременно вносить эти препараты в почву, например, при поливе или при подготовке почвы, при высадке рассады и так далее. Все-таки их надо разносить во времени или в пространстве. То есть подливать сенной палочкой, опрыскивать триходермой или наоборот. Либо же во времени дать возможность неделю, 10 дней поработать триходерме, и после этого внести сеную палочку или наоборот. То есть чередовать эти препараты. С силу того, что их достаточно легко вырастить в домашних условиях, можно на них не экономить. Главное найти хорошую, качественную закваску. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что наши выпуски помогают вам правильно понимать, как надо действовать и правильно ориентироваться в таком достаточно непростом мире современных средств защиты растений на биологической основе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова